Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Продолжаем обсуждать войны печенегов. 12 сентября. Выборы показали нам, что россияне не готовы к человеческой жизни. Ну, в принципе, никто особо надежды и не возлагал. Но, опять же, хочется верить, что есть люди, которые будут что-то делать ради своего успеха. Нет. Или их очень-очень мало, или они ужасные трусы. Не важно. Важно то, что в результате этого больше россиян будет погибать. И, кстати, цифры, которые Путин на каком-то там очередном форуме начал выплевывать из себя, они очень-очень интересные. То есть, в начале спецоперации было около 200 тысяч. Потом, мы не знаем, сколько набрали, но в сентябре набрали 300 тысяч, что это уже 500. Пригожин притащил своих, неизвестно сколько, еще кинул 50 тысяч зэков. То есть, это у нас 550. И Путин говорит, что с тех пор примерно по тысяче человек, до тысячи человек приходит ежедневно. Ну, во-первых, это показывает, насколько нищая ситуация в экономике, которая кричит, что, с одной стороны, самая низкая безработица за всю историю, то самое, России. И, одновременно, народ ищет себе способ подзаработать. Ну, это политизируется, как будто бы это ради того, чтобы защитить родину. Но, на самом деле, мы знаем, что народ идет, это самое, мародерить, понасиловать и набрать трофей. И, возможно, получить какое-то бабло. Но, если мы прикинем эти цифры, то есть, это еще примерно 300 тысяч человек, которые записались на эту мясорубку с прошлого сентября за год. То есть, 550 плюс еще 350 тысяч, то есть, у нас получается 800 тысяч человек. 800 тысяч человек, это как бы официальные слова Путина, или, по крайней мере, то, что можно экстраполировать оттуда, побывали на зоне на войне. Теперь, опять же, по всей информации, которая у нас есть, примерно 400 тысяч сейчас остаются в радиусе военных действий. 400 тысяч. То есть, 400 тысяч россиян уже нету в живых, или они инвалиды. Это значительно, это заметно. И, опять же, мы все видели эти красивые рекламы, что если там 2% чипсов достать из пакета, не так страшно. Но это, это как бы, да, это не так страшно, когда это чьи-то чужие чипсы. А когда у вас вашего ребенка забирает, это достаточно. И, ну, не знаю, как бы, довольно-таки трудно понять, как народ вообще мыслит. Опять же, практически каждая советская семья, не российская, а советская семья, столкнулась с горем 37-х, Второй мировой войны и репрессий после. Да, как бы не было. То есть, у каждого кто-то в родне погиб или умер, или репрессировали, или отсидел ни за что. Это бешеное количество людей. Люди должны как-то ценить своих стариков, дедов, кого-то там. А нет, нифига подобного. Деды умирали, мы можем повторить. То же самое, ничего не изменилось. Что мне, да, понравилось из всего этого, это ту ахинею, которую Путин несет по поводу того, как западный эстаблишмент в Америке сейчас нападает на Трампа. И очень поразительно, что весь западный мир вытаскивает вот это вот из общего контекста, что Путин говорит, что демократия себя показала плохой, и Америка не имеет права позиционировать себя как лидер в этом, или показатель в этом деле, или эталон. То есть демократия, как бы из речи ты понимаешь, что демократия говно. Вот это, грубо говоря, то, что говорит Путин. Опять же, это все передернуто. Пытаются ли в Америке затравить Трампа? Абсолютно. Демократия плохой механизм, то тоже правда. Демократия плохой. Но, как кто-то сказал много-много лет тому назад, не помню кто, но это не важно, что демократия ужасный способ вести это самое, государство. Но никто лучше ничего не придумал. Опять же, лучшие системы существуют. Они придуманы, они не имплементированы на данный момент, потому что тот, кто понимает, как работает демократия, как ей можно пользоваться в своих интересах, никогда не будет убирать возможность демократии. Никто. Потому что это дает силу. Чем больше у тебя силы, тем больше ты скоррумпирован. И, соответственно, демократия будет еще очень-очень долго. Хотя механизмы, которые работают намного лучше, чем сегодняшнее, репрезентивное или королевское какое-нибудь общество, тоталитарное, неважно. То есть, как бы, из того, что мы имеем сейчас, демократия самая лучшая. Но она далеко-далеко не идеальна. В ней куча проблем. Ну, Путин, который, прикидываясь, как бы это сказать, святым в этом плане, говорит, что вот вся демократия плохая, потому что в Америке сейчас у руля демократы, которые, по большому счету, давным-давно твари, и вот из-за этого демократия нелегитимна, это неправильно. Это совершенно неправильно. Демократия работает намного лучше, чем все остальное. И то, что в Америке коррумпированные левые у руля, это плохо. С этим нужно бороться. Не с демократией. Демократию нужно улучшать. Мы не боремся с демократией, мы ее улучшаем. И на примере того, что на Трампа началось это самое гонение ведьм, мы не сразу же не говорим, что Америка хуже всех. Потому что Америка, как ни крути, вот как ни крути, ну вот неважно, с какого мы ракурса, не посмотрим на Америку. И да, Америка делала очень много непонятных вещей в свою историю. Но Америка одна из самых лучших стран в мире. И не залазя там, не ковыряясь во всех ужасных историях, помимо технологического прогресса, помимо того, что она помогла остановить бешеное количество смертей в мире, включая войны. Одна из первых стран, которая вот в наше время покончила с дискриминацией, с рабством и тому подобное. Америка, она подняла кучу стран. Япония, Южная Корея, практически вся Европа, Западная Германия, Израиль, большинство арабских стран. Все это, по большой части, благодаря Америке, она это не делала на халяву, она это не делала, потому что ей вот так захотелось. Но весь механизм Америки, весь механизм, он в теории построен на том, что они пытаются делать как можно больше добра и хорошего. Вот, это не всегда получается. Там тоже есть воры, там тоже есть убийцы, там тоже есть насильники, там тоже есть продажные. Коррупция и все, что с этим связано. По большому счету, Америка должна, дала возможности людям подняться из грязи намного больше, чем кто-либо, когда-либо, где-либо. Ни в одной стране мира нет такой миграции. Нет такого, вот я не слышал за всю свою историю, я хочу поехать в Индию, чтобы там развиваться, начать там бизнес. Я не слышал, опять же, у меня круг общения относительно маленький, каких-то там 10 тысяч человек, но я не слышал такого. Есть люди, которые там едут покататься, погулять, это самое, для туризма. Среди моего молодого поколения, я уже как бы там лет 10-15 назад, люди, у которых была хорошая профессия, ехали в Россию погулять. Пацаны ехали в Россию потрахаться, это да. Но никто не говорил, я поеду в Россию, и там начну бизнес, и там буду то самое, строить семью. Ни разу я такого не слышал. Просто-напросто ни разу. А у меня подавляющее большинство общения, это русскоязычные люди. Возвращаются люди из-за миграции в Россию? Да. Конечно. Они уехали, они потратили кучу времени, попытались где-то ужиться, у них не получилось. Но это не проблема того места, где они не ужились. Это они не ужились. Это личная проблема. Я живу в Канаде. Канада за последние 20 лет, с тех пор, как я сюда переехал, плавненько деградирует. Я очень плавно и очень уверенно. И это мне тяжело на это смотреть. И я тут по возможности провожу какую-то агитацию среди близких, знакомых, где угодно. Но все равно я погулял, я посмотрел, я смотрю новости, я понимаю, что Канада все равно намного лучше, чем многие страны мира. Как бы так это лучше, чем 95% стран мира. Не во всех сферах. У нас медицина позорная, у нас еще что-то там отстает. Но здесь мирно, здесь спокойно. Здесь законы, которые распространяются на 99% людей. Да, есть взятки, да, есть убийства, да, есть наркоманы, да, есть трансвеститы непонятные, которые пытаются совратить маленьких детей. Мне нет проблем с трансвеститами, пожалуйста. Лично это самое. Когда это доходит до детей, это проблема для меня. Это опять же моя личная позиция. И я с этим буду бороться на уровне законов, а не на уровне мордобоя. Здесь есть законы, и их при усилии можно заставить таки работать. Тут очень сложно быть вне закона. В России, и то, что, кстати, очень часто мне говорили знакомые, которые говорят, я поеду в Россию, я там буду делать все, что угодно. У меня есть бабки, и меня прикалывает ехать со скоростью 250 км в час в школьной зоне. И на вопрос, а ты не боишься, там, задавить кого-то, убить кого-то? Ну, а всегда можно отплатиться. Это прелесть России. А когда ты этого человека спрашиваешь, а ты понимаешь, что кто-то может тоже ехать 250 и сбить твоего ребенка, или, там, твою маму, ты тогда не сможешь отплатиться, что ты будешь делать? А такое вряд ли случится. Это самый лучший ответ, который ты можешь получить. Все. То есть на этом Россия, привлекательность России заканчивается. Можно погулять, можно хорошо потрахаться, и можно нарушать закон, и это по нашим меркам относительно дешево. Люди с квалификацией, с английским языком, даже не самыми замысловатыми работами, вот, там хорошо зарабатывают, могут себе позволить то, что здесь не могут. Но здесь у них есть безопасность. И это, как бы, в Америке тоже доминирует в большинстве своем. Опять же, есть достаточно плохих вещей, а в Америке можно записывать ролики часами. Просто-напросто часами. И один будет хуже другого и ужаснее другого. Но это никогда, никак не сравнится с тем вредом, что происходит в России в большинстве регионов. И как только мы выходим за Амкад, вот, начинается все очень-очень грустно. И в этом плане Путину никто не дает право, слово критиковать Америку или демократию. Вот это не его права. Потому что, секундочку, потому что, а, Путин не знает, что такое настоящая демократия, и Путин не знает, что такое Америка. И россияне, к сожалению, не знают, что Путин чего-то не знает. И ему верят. И поэтому, как бы, критикуя, в этом случае довольно-таки конструктивно, все это вытаскивается из настоящей истории, о чем нужно говорить. А нужно говорить, что в России переписываются учебники истории. История у нас уже старая не канает. Нужна новая. Это самая важная новость сейчас. Про количество техники, которую завалили с начала года, я не буду говорить. Там все цифры бредовые. В России самолет приземлился в поле. По какой причине, не совсем понятно. То ли у него технические поломки, то ли у него топлива не хватило. То ли аэропорт сказал, в который он должен был приземлиться, сказал, ты сюда не лети, ты в другое место лети, потому что ты нам здесь не нужен. Никто не погиб. Это хорошо. Но самое важное, что... Я не помню, это было или Boeing, или Airbus. Airbus, кажется. Airbus сказал, ребята, это мы вас чинить не будем свободно. Вот. Мы это самое. Этот самолет не проходил никаких проверок довольно-таки давно. Поэтому мы себя, любую ответственность полностью снимаем. И это показатель. И это нам говорит, что такие инциденты будут увеличиваться, и количество самолетов у нас с неба будет падать все больше и больше. Опять же, уже повезли самолеты в это самое, на распил в Иран. Вернут их или не вернут, не знаю, но опять же, та же история мне звучит, как будто бы там ждут, когда у них похожий самолет сломается, и какие-то части можно будет переместить из одной машины в другую. Шикарный метод ремонта. Сейчас это самое, северный корейский, тот самый, Пухлыш приехал, радовать Путина. То есть, Путин даже не может в Северную Корею поехать. В Северную Корею он не поехал, к нему приехали, да? Северная Корея немножко отстает от цивилизованного мира, лет так на 40, на 50, но ситуация на фронте настолько скудна, настолько проблематична, что Россия, мы не знаем еще, на какие жертвы пойдут, что предложат, какое количество зерна нужно будет отсыпать и бабла, чтобы прокормить Северную Корею и получить от них какое-то оружие. Насколько это хорошее оружие, опять же, мы не знаем. За последние пару лет прилетали какие-то беспилотники, падали на территории Южной Кореи, и это всегда было очень смешно, с точки зрения материалов, из которого это было построено, и насколько это отставало от 10-долларовых дронов с Амазона и Алибаба, Алиэкспресс, но черт ее знает, как бы сшивые овцы и шерсти клок, тут то же самое, все вполне может быть, Россия сейчас в такой ситуации, когда раскупориваются танки, это самое, дизайны 40-х годов, поэтому может что-то Северная Корея им может дать. Опять же, для России очень-очень важно, чтобы народ не замерз, вот тупо не замерз зимой, и это скорее всего стратегически самое важное сейчас, как по мне, так это, чтобы солдатики не перемерзли, потому что они потом воевать особо не будут то самое, с замерзшими пальчиками, поэтому если кимчик-то может рукавичек накидать, то за это ему тоже скажут спасибо, но сама ситуация довольно-таки смешная, потому что у России союзников, которые что-то могут сделать для России, не осталось, все ее только имеют, Китай имеет ее с точки зрения территории, ресурсов, заставляет пользоваться своей же валютой, рубль продолжает обесцениваться, там я не помню, какое министерство финансов заявило, что мы сейчас сделаем рубль, доллар вернем до 70, и Набиулина спросила, а как, то есть ей стало интересно, может она чего не знает, но как бы вот эти радости, что недавно рубль прыгнул до 93, они как бы так так обрадовали экономику, ребята, но он недавно был 50, а до этого был 30, а до этого был 20, это все благодаря политике Путина, российские пенсионеры за это время, за его правление, как бы у них пенсии выросли там в 3 раза, а рубль за его правление, если не ошибаюсь, обесценился в 4 или в 5, то есть как ни крути эти пенсии, и опять же российские пенсионеры не закупаются в H&M и не ходят с новыми айфонами, но все равно на них экономика и рост цен отражается, все это входит в цену продукта, самый примитивный человек, который делает хоть какой-то сервис, он пользуется айфоном, потому что ему нужно звонить, потому что ему нужно ежесекундно видеть результаты на экране, на имейле и тому подобное, то есть как не крутить, в цене этой морковки, которая таки да, выращена в России, цена айфона вложена, сейчас вот недавно прошел этот саммит брикс, когда они кричали, что мы сейчас будем делать новую валюту и доллар у нас обесценивается, но доллар, использование доллара в мировом рынке в этом году было самое высокое за последнее не помню, там, чуть ли не пятилетку, то есть любая транзакция, которую вы делаете в рублях, она хотя бы на 30 процентов это в долларах, и эти 30 процентов за последние полтора года почти в два раза подорожали, то есть с точки зрения российской экономики это не 30 процентов рубля, а 60 процентов рубля, и ничего не меняется, и россияне остаются над этим, это, ну, это то, что есть, как бы, ну, жаловаться не приходится, никто ничего с этим не делает, и все верят, светло, там был у нас коммунизм, социализм, перестройка, ну, сейчас будут верить в Путина, точнее, верят в Путина, вот, Путин принесет светлое будущее, демократия, как бы она не работала плохо, и какая бы сумасшедшая мода была бы ни на что, вот, как бы, у нас периодически начинаются какие-то тупые моды, сейчас у нас на западе, точнее, в Америке в основном, это, мы помогаем слабым, бедным, угнетенным, угнетенным практически на каждом углу, у каждого своих 30 видов секса, а то и больше, это мода, насколько бы это не было ужасно, это мода, это, как бы, задокументировано исторически, что примерно каждое четвертое поколение начинает сходить с ума от, как бы это так мягко сказать, с дуру бесится, с жиру бесится, вот, каждое четвертое поколение, вот мы сейчас проходим это четвертое поколение, но этот бред закончится, и когда он закончится, все устаканится, все встанет на круги своя, с Россией за последние 300 лет вот этих мод не было, были редкостные всплески революции, которые, опять же, узурпировались теми, кто эти революции на благо народа проводил, и в результате те, кто это делал, зарабатывали бешеные деньги, жили, как цари, императоры, не знаю, там, фараоны, полные роскоши, а народ был в нищете, и продолжал быть в нищете, и ничего не менялось, сейчас ситуация не меняется, все точно так же, все на местах, Украина плавно продвигается к Донецку, там был какой-то небольшой жест доброй воли, где россияне накрыли россиян, все это тихо, все это мирно, особо не распространяется, но великое дело, ну, убили еще своих, там, несколько десятков, с кем не бывает, опять же, это стратегия войны, неумелые генералы, которые, большинство из них, никогда не служили в армии, распиленные бюджеты, которые не комплектовали собственную армию, и сейчас, вот, надеются, что Корея чем-то может помочь, все это прекрасно, все это хорошо, вот, перспектив, как не было и нет, всем всего хорошего, до новых встреч, пока!